Воровать не перестали, а вот говорить об этом стали намного меньше. Янтарное затишье в прессе вовсе не означает, что проблема решается. Журналисты подробностей проехались по лесам Ривненской области и выяснили, что старатели не просто продолжают работать, они вкладывают деньги в новое оборудование и расширяют территорию добычи. Инна Белецкая подробнее о янтарной жизни. В высоких сапогах, на мотоциклах и машинах они как на завод едут работать. Никаких дозорных, никаких блокпостов. Ощущение, что янтарный промысел в Владимирецком районе узаконили. Совсем молодые ребята из села Мульчица намывают ископаемую смолу. Их не смущает ни наша видеокамера, ни люди в камуфляже. Здесь привыкли перекрывать дороги целыми селами и защищать мотопомпы. Поэтому никто не убегает. Шевелиться начинает только после строгого предупреждения. Пять минут и у вас немат. Вот так от участка к участку полицейские останавливают добычу. Чтобы изъять помпы, нужно несколько десятков человек с оружием и готовность идти на риск. Например, потерять служебные автомобили. Старатели громят их безо всякого страха. Силу бойцы оперштаба не применяют, чтобы не обострять конфликты. А полицейские в райотделах не спешат расследовать подобные инциденты. В результате работа кипит. Вот еще одна бригада неспешно собирается и уходит. Даже не забрав добытый янтарь. Догоняем, отдаем. Мы же не мародеры, чтобы забирать. Тримайте. В лесу встречаем лесничего. На днях на территории заповедника обнаружили новый канал. Его вырыли местные, чтобы обеспечить водой клондайки. Вот это догнали на выходные тоже экскаватора и выкупали теплованку. Это в заповеднику? Да, это уже выкупали в заповеднике. Это уже в паре мой тоже. За выходные вот это, чтобы болеть. Просим показать, какой ущерб нанесли заповеднику с белым озером, редкими растениями и животными. Лесничий рассказывает в этом году старатели, как с цепи сорвались. Поваленные деревья широкие, будто промышленные каналы, десятки километров пожарных рукавов. Стационарно установленные помпы. Это территория возле заповедного Белого озера. После того, как в Владимирском районе появилась наша съемочная группа, глава областной администрации Алексей Муляренко на своей странице в фейсбуке написал, мол, осмотрел заповедник и даже выложил видео, на котором места добычи. И собственноручно написал заявление в полицию. Вот только кто завез его на отдаленные клондайки и почему он не вызвал полицию туда? Загадка. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область.